Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире очередное заседание клуба Фигаро. На 11-м канале клуба Фигаро. Огромное спасибо замечательному кинобару Феллини. Великолепная атмосфера, которая скрасит минуты ожидания предстоящего сеанса. Огромное спасибо нашим друзьям Пенза GSM 53 11 53. Звоните, 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 кричите, радуйте меня, говорите добрые слова, говорите свои замечания. Всегда рад вас слышать, потому что обратная связь со зрителем – это то, чего я жду. Наш сведущий Семен Малаканов. Здравствуй, Семен. Здравствуйте. Не здравствуйте, а здравствуй. Переснять тогда. Переснять. У тебя переснять, Семен. Семен. Здравствуй. Здравствуй, Семен. Семен, знаешь, у нас сегодня в гостях не случайный человек. У нас сегодня человек, который не только умеет, так сказать, хорошо играть на инструменте, но человек, который, собственно говоря, еще и владеет историей этого инструмента и хорошо владеет именно, так сказать, музыкальным инструментом под названием «Руба». Да? Да. И как приятно, что именно я сегодня ведущий этой передачи. Да, потому что… Специалист во всем. Ну, ты тоже любишь подудеть. Почему бы? Почему бы? Продолжу. Так вот, у нас в гостях Юрий Белоногов, музыкант. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Юречка, скажи, пожалуйста. Я же могу говорить «здравствуйте». Ты уже можешь говорить «здравствуйте». Уже, да. Семен, у тебя, может, есть какой вопрос? У вас, я думаю, будет их больше, но я сейчас по ходу передачи так разгонюсь. Да, хорошо. Так, пожалуйста, если что, узду для Семена. Значит, смотри, Юречка, вопрос действительно очень банальный. Ты явно не похож на еврейского мальчика. Нет. Явно не похож на еврейского мальчика, поэтому я не задаю тебе вопрос, почему не скрипка. Вот. Но это вы потому, что сегодня, ну, потому что он в субботу сюда пришел. Да, почему, да, да. Ну, закономерно, что же я тут в субботу делаю. Да, согласен. Да. Так вот, смотри, но тем не менее, почему именно труба? Все очень просто. Да. Я застал еще те времена, когда в школе была пионерия. А, горный. Да. Горный. Меня выбрали горнистом. И на тот момент в школу пришел военный музыкант, который набирал духовой, школьный, духовой оркестр. Меня отправили в этот духовой оркестр на стажировку. Сразу судьбу решили за человеком. Нет, нет. Пойдешь в военный. Я не хотел на трубе играть и на горне я не хотел играть. Да, я на барабане играл. Да, я знаю. Да, в школе. Я? Нет. И я хотел играть на гитаре, если честно. Но так получилось, что я втянулся. Я стал играть и втянулся. Услышав первый раз военный оркестр, вообще взрослых дядек, которые дудят очень хорошо, сочно, ярко, мне труба понравилась. Вот и до сих пор я играю на трубе. Не случайно, вот, так сказать, все-таки, вот мне говорили, что когда ты играешь на трубе, вот достань свой инструмент, достань. У тебя замечательный инструмент. Когда играешь на трубе, то когда вот резонирует, да, резонанс жиглая происходит, то к этому привыкаешь. Это становится своеобразным, так сказать, воздействием на центр удовольствия. Нет. Нет, да? Нет, удовольствия никакого. Мало того, если не позаниматься день или два, а не дай бог еще и больше, то это очень сложно. Это очень сложно и до головокружений. Но я про это и говорю, вот именно про эти головокружения. Нет, и была бы возможность там не играть месяц, а потом взять и спокойно играть, с удовольствием бы месяц не брал бы. Это вынужденная мера, как у спортсменов, поддерживать в тонусе мышцы лица. Просто Сергей получает удовольствие от гипертонии. Поэтому удовольствие было. На самом деле, очень хотелось бы, чтобы она сама играла. Хороший вопрос, Семен Заразов. Скажи, а есть противопоказания? Ну, есть, конечно. Ты приходишь, знаете, я хочу учиться играть на трубе. А они говорят, принеси медицинскую справку, да? Нет, такого не происходит. Не стреляйте в пианиста, он делает все, что может. А правда говорят, что вот те люди, которые играют на таких инструментах, могут разговаривать с закрытым рутом. Нет, я просто услышал, что человек, который играет на саксофоне, умеет это делать. Ты вот, ты вот, ты можешь закрытым ртом разговаривать. Задай вопрос с закрытым ртом. Я могу задать? Хочешь подождать? Юра. Мы не поняли. Главное, я понял. Юра, тем не менее, вот у меня недавно была девушка, которая играла на флейте. Но я не могу сказать, что у меня недавно был юноша, который играет на флейте. Как-то не звучит. Но я никогда, у меня не придется язык сказать, что у меня была в гостях девушка, которая играет на трубе. Вот скажи мне, пожалуйста, все-таки труба, это муж с конституем? Есть ли в истории, так сказать, женщины, которые виртуозно владеют этим? Да, есть женщины. К сожалению, я их часто слушаю, но не запоминаю имена и фамилии, потому что это... Это уже не женщина. Нет. Есть одна очень симпатичная девушка, блондинка. Одна из немногих и блестяще играет. По-моему, даже она в Россию приезжала, вот в Самаре пару лет назад выступала. Есть. Но я лично считаю, что я все-таки мужской. А почему? Ну, во-первых, физически, да, это нужно поддерживать. А потом женщина, она же мама, ей надо в семью, дети, я так думаю. А мужчина, это... Он должен дуть. Ну, со временем это стала моей работой, и я этим стал зарабатывать. Поэтому это и для семьи, и для меня. А женщина все-таки она мама. Ей надо. Мне кажется, женщина больше должна вот с арфой сидеть. С арфой, подожди, подожди. Про арфу чуть позже. Юречка, пожалуйста, мы можем долго говорить, но мы должны услышать это прекрасное исполнение пенинского лунстрена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо. Юречка, скажи, вот такой вопрос. А вот почему семь нот, а не семь вот этих вот? Или этот принцип тут двойной? Или как на горне, когда ты губами выдуваешь? Да, 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 совершенно верно. Здесь основную роль в регистре, да, за высоту нот отвечает только мышца, как у вокалиста. Понятно. То есть ты поешь на трубе, по сути дела. Это звук не совсем как бы приличный, но если хотите, я вам покажу. Покажи, да. Губы верхние и нижние, они соприкасаются друг с другом и не дают выйти в воздуху. Я их смыкаю, получается нечто вот такое. Ну, это хорошее. И вот это резонатор в горле у вокалиста, значит, у нас свой природный. А здесь я искусственно создаю вот этот резонатор, посылаю его в мундштук, из мундштука в трубу. И вот по этим трубкам они, как вы видите, вот три клавиши подлиннее, покороче и самые длинные. Понятно. И я регулирую вот поток этих вот звук. А, то есть вот от этих вот, собственно говоря, ноты не меняются от этих... Нет, почему меняются? Вот одна трубка подлиннее, это значит тон, полутона и полтора тонна. Понятно. То есть я посылаю в более длинную трубку, в более короткую. А так, в принципе, а вот на горне ты играл, вот как ты сказал, подъем сыграй там, ты же помнишь же подъем. Подъем. Без, без, не нажимай на эти. Да, 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 я, честно говоря, не учусь, но... Всем доброе утро. Доброе утро, да, доброе утро, да. Потрясающе. Скажи, пожалуйста, вот сила, сила звука и четкость ноты зависит от чего? От музыкального слуха или от объема легких? Комплекс, комплекс. Вот и это, и это, и это, и самое главное, ежедневные занятия. Дыхательные упражнения? Нет, нет, не обязательно, только все с трубой. Вы у себя дома, да, вот играете? Если у меня нет работы какой-то, то дома обязательно... То есть три слоя пенопласта сейчас помогают? Ну, я дома стараюсь потише играть. Это тоже полезно, когда потихоньку. Ну, ты знаешь, я когда был совсем юный, да, у меня дома в Саратове, я учился играть на барабане, стояла Амати, такая блестящая ударная установка, и она стояла на трех этих самых, не маты были, а матрасы такие, из ватного. Наверное, матрасы, там ватные одеяла, я вот стоял на это, чтобы можно было... И резиночки еще сверху, может быть, да? Вот есть дом, резиночки... Нет, резиночки я до этого не дошел, я журналы клал, журналы, чтобы, так сказать, чтобы бедные соседи мне это не убегали. Да, не приходили. Да, но я на самом деле не думал ни о соседях, честно говоря, потому что моей, так сказать, музыкальной аппаратурой, я ставил уже пластинку, там, Битлз, там, что-то смотрели. И вместе с ними повторяли. И вместе с ними, да, так сказать, поэтому у меня техника игры, и 60-х годов еще. Ну, все барабанщики так и делают, на самом деле. Как у Аршави. Ставят записи и записи не играют. У меня вопрос. У меня назрел, потому что я больше чем верю, что сейчас все телезрители. Вот их интересует один вопрос. Вы по похоронам долбите как-то, работаете? Нет, не работаю, но я... Сейчас к чему это у тебя? Нет, я в 12 лет пошел воспитанником военной оркестра. И в то время, еще тогда советское, очень распространено было, когда оркестр играл на похоронах. Сейчас этого нет. Нет уже? Да, за редким исключением. С магитофоном ходят или диджей? Нет. Диджей, ты сиди работаешь. Сейчас, видимо, как-то все по-другому. На самом деле, вы понимаете, что я вопрос задал исключительно. Был опыт. И собственный интерес. И это так называемые приказные похороны, когда хоронят военных, ветеранов войны и так далее. То есть, нужно гимн сыграть, выстрелы, все это, ритуал такой. Скажи, пожалуйста, на самом деле, по поводу оркестр. Я не хочу никого обижать, вообще никого. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день в пенде есть джазовый, джазовый, так сказать, оркестр, да, очень хороший. И ты расскажешь, ты же там начинал, я так понимаю, да? Да, я начинал у Дмитриева Валерия Владимировича в биг-бенде. Я пришел мальчиком. И вот как раз, когда я услышал звучание этого оркестра, и тогда я навсегда, от меня ушли сомнения по поводу гитары и других каких-то инструментов. И я ходил в школу, и по вечерам я ходил в оркестр, играл в оркестр. Вот мы сейчас поговорим об оркестре Дмитриева. Но, такой вот духовой, раньше ведь в любом городе до революции пожарные, или пожарники, как их правильно называть, я уже не запутался. Это же не только люди, которые тушили пожар. Но между, так сказать, подвигами они сидели в парке, в ракушке и играли. Это был духовой оркестр, обязательно пожарники. Это была традиция. И я помню, мне рассказывали, когда я пришел в Пензийский драматический театр, здесь в одном из спектаклей в какие-то 50-е годы был оркестр, подрабатывал именно оркестр, так сказать, этих самых пожарных. Но, но, время ушло, и на сегодняшний день, мне так кажется, на сегодняшний день Пензе не хватает именно такого паркового и какого-то еще духового оркестра Класска. Потому что у нас есть духовые оркестры, даже профессиональные, но сколько я их не слышал, ни разу, так сказать, слитного звучания я не слышал. Все, каждый куда. Вот для меня всегда это поражает. Когда есть джазовая, там гитара, все, как-то все слитненько. Почему невозможно или насколько сложно играть в духовом оркестре? Почему вот такая нестыковка, почему такой диссонанс? И даже люди, которые не имеют слуха, и то это слышат. Да, согласен, есть, но специфика духового оркестра такова, что вот, например, ну я вот только музыкальным языком скажу, вот аккомпанемент вот в джазовом или в эстрадном составе гитара, то есть он настроил шесть струн, да, и он играет аккомпанемент. Вот в духовом оркестре эти шесть струн занимает три человека, и вот эти три человека должны быть, ну как минимум, хорошего качества. Если этого не происходит, аккомпанемент и, в общем, все голоса в духовом оркестре... Понятно, то есть каждый инструмент это определенная струна в гитаре. Да, определенная струна. То есть хорошо, когда один человек этим заведует этой кафедрой аккомпанемента или там басовой функции, так в духовом оркестре это три, четыре, пять человек, и в итоге их двадцать. Один неплохо поспал, другой много выпил, третий не занимается, четвертый не занимается. Мы еще на завод, то есть, про это, да. То есть, потому что как-то я в своей жизни раз, я тебе сейчас расскажу случай, ну... Да я с удовольствием тебя послушаю. Нет, просто мне как-то так его не очень удобно рассказывать, но просто... Ну раз уж камера нас снимает, да, ну уж это такое некое даже покаяние такое, что я помню, когда был маленький, попал на похороны в Саратове у генерала, он жил в нашем доме, и там был такой духовой оркестр. И вот я, значит, а мне генерал очень нравился, хороший дядь, потому что такой, так сказать, киричок, вот с ним поддружили. Но когда, так сказать, все его провожали, да, шел этот военный духовой оркестр, и когда они начали играть, так сказать, кто куда, меня, меня разоразил, видать, на нервной почве, я начал смеяться. Мне дико было смешно просто, это же было, это в этом было, так сказать, такой, знаешь, ну я даже себе представил, что он сейчас просто встанет и скажет, что, ребят, вы вообще не это самое, не обдавлены, не попутали, дайте мне хоть достойно, так сказать, уйти, так сказать, уйдите отсюда, да, не мешайте. Можно сказать, и по этой причине перестали приглашать оркестр на похорон. Музыка создает чувства, которых нет в жизни. Музыка 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 уже ну потрясающе скажи пожалуйста я понимаю что можно играть слегки такие там на гитаре да нам мы естественно так сказать ведь как это все делает нам клавишах а как здесь импровизировать вот это все это что все импровизация в голове рождается ли это помотать заучивать ну и можно и по нотам жизни в голове вот сейчас я из главы сыграл сейчас все прiszama нет вот в начале тема сыграл а вот потом когда вот начал что-то вот было импровизации потрясающе чоколу пришло то и сильно но при знании гармонии то есть по какуюrazло понятно скажи мне пожалуйста и тем не менее время идет. Вот ты уже, так сказать, мэтр на этом инструменте. А если бы сейчас все началось сначала, ты бы опять взялся за трубу? Или, может быть, стал, я не знаю, там, саксофонистом? Может быть, и не взял. Да? Почему? Ну, постоянно приходится, так сказать, быть в тонусе. А что, это плохо быть в тонусе? Ну, не знаю, но сколько зубы, протеян, сколько здоровья и так далее. Если я уйду вот с этого пути, я не знаю, чем я буду заниматься. Я ничего не умею другого. А ты вообще ничего не умеешь? Нет. А у тебя музыкальное образование и все, да? Да, музыкальное образование. И все, да? Я учился в музыкальной школе. Ну, у Семена, например, строительное образование, да, но он, так сказать, пишет... Так сказать, тоже с карпичом-то не на «ты». Да, не на «ты», да. Он даже не знает, как плитку класть, но тем не менее знает, как афоризмы писать, как писать миниатюры, да, как писать, так сказать, для команд КВН. Да все знаю, вот это, да. Но это, на самом деле, я считаю, что это вообще не проблема. Задуматься о том, что я буду делать дальше, да я уверен, что... Ну, да. Ну, я уверен, что что-то... Ну, я уверен, что вот это на всю жизнь. Я тоже думаю, да, ну, так сказать, ну, вставишь другие зубы, ничего страшного. Такая страшная зависимость. Да, скажи мне, а вот дома как к этой твоей зависимости относятся? Да нет, я стараюсь не напрягать своих домашних, выбираю какие-то, да... Ну, в основном занимаюсь тогда, когда отпускаю за... Я не буду занять, Юрочка. А про то, что тебе приходится зарабатывать, ведь папа, пятница, суббота, воскресенье, четверг репетиция, среди нас тоже репетиция, то есть ты дома-то бываешь только понедельник и вторник, по всей видимости. Дома очень редко бываю, очень много коллективов, с которыми я сотрудничаю. Где ты еще работаешь? Я вообще все... С детства я работал в военном оркестре. Это вот базовый коллектив. Ты в форме ходил? Да, в форме. Я был воспитанником военного оркестра. Сын полка? Да, воспитанником 4 года, потом я на срочной службе остался здесь же в оркестре, в Заречном. И на сверхсрочную службу, сейчас она контрактный называется. И помимо военного оркестра, я играл у Дмитриева в оркестре, еще какие-то там вот были... Джаз Круизи. Вот в Джаз Круизи последние 3 года я играю, значит, с классиками жанра, эксклюзив джаз, с Виктором вдвоем мы играем. Очень много разных проектов, мне очень нравится играть разную музыку, с разными людьми. Получаешь энергетику, энергомент с разными людьми. Что ты хочешь, простите, ты смотришь, так ласково-любленно смотришь? Все-таки хочешь узнать ваш кубин? Артура Сандовал. Вот ты понял. Артура Сандовал, это кубинец, который переехал жить в Америку, и у него он обладатель, я не знаю, сколько Грэмми, нескольких, там, пяти, семи, он играет очень здорово. Какой-то анекдот хотел рассказать. Я? Да. Я бы лучше послушал от кого-нибудь. А ты хотел анекдот. Анекдот про трубу. Давай. Педагог. Лежит труба на столе, заходит ученик. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот труба, он рассказывает. Да, вот колпана, помпа. Вот мундштук, вот раструб. Ну да, все хорошо. Ну а теперь дуй. Куда дуй? В магазин дуй. Хорошо, и в заключение расскажи о семье, о детях, чем они занимаются, они не по твоим стопам. Вот старшая дочь Дарья, ей 10 лет, она поет в Заречном вокальной студии «Десерт». Она ездила в этом году в Крым на международный фестиваль и заняла там какой-то гран-при, значит, ей дали диплом, ее коллективу. Ну, я бы, конечно, не хотел, чтобы уж она вот по моим стопам шла, это ее выбор, но она поет. Павел, ему 4 года, мне кажется, он больше к спорту тяготеет, он такой подвижный. В Крым не ездил он в этом году. Нет, ездили бабушки. В Сочи поедет, что-то ездит с тобой. Вот он тяготеет к спорту супруга Наталья, она у меня педагог начальных классов. А папа музыкант. Папа, значит, Семен, что ты меня так влюбленно смотришь? Спроси, что иметь у мальчика. Ну, вы ближе сидите. Ну, спроси что-нибудь. Я вообще чувствую себя неловко среди людей в очках, вы понимаете? То есть нам снять, снимаем, Юра, снимаем очки, пусть он задает вопрос. На, пожалуйста, пример. Я просто уже жду, я уже жду, когда третье. Хорошо, хорошо. Сессия музыкант. Юр, вот давай так, я многим, с многим провожу эти эксперименты в программе. Вот представь себе, представь себе, что ты влюблен, это часто эфлицисты, скрипачи делают, тебе нужно признаться в любви девушке с помощью вот этого инструмента. Как ты это сделаешь? Это сейчас на вас играть надо. Нет, это сейчас между нами. Между нами. Между нами, да. Представь, что она здесь. Вот здесь очаровательная Анжела. Ну, нужно сыграть какую-то медленную, романтичную мелодию. Да, но я бы просто представил себе, кстати, тишина такой, полубрак свечи. Свечи? Свечи, да. Кальян. Нет, не кальян, а рома ламп, красивая девушка с распущенными Все сплошь кальяном сейчас. Да, да, да. И громкая труба. Да, Юра, так сказать, в этой ангельской тишине достает, таскать, свой инструмент. Настраивает. Нет, не мешает. И говорит, дорогая, я хочу 15 евро. И ее нет, ее сдуло, так сказать. Прическа в сериал своей форме. Да, скажи мне, пожалуйста, все-таки вот мы давали определение инструмента. Там скрипка плачет, да? Флейта шепчет. Гармонь поет. Гитара звенит. Гитара звенит. Турбаш что делает? Тает? Призывает. Призывает, да. Ага, то есть вот молодец, хороший. Вот недавно... Подбор глаголов. Недавно я был в Пельмском зоопарке. Ну, недавно, может, годы три назад. И там вот лев. Он похож, так сказать, с зубу. Рык. Рык на трубу, да. Вот он призывает. Да, вот такой. Сейчас придут войны сюда. Да, вот как-то так. Все-таки... А можно такой вот на машину себе? Труба все-таки это воинственный инструмент. Да, инструмент, который сплачивает, объединяет, он бы даже разгоняет. Пипи, как к лансону трубы. Да. У машины. Раньше же ведь не было таких, раньше же труба-то и была. Труба-то и была, да. Да, на самом деле разгоняет, да. Но, тем не менее, может ли труба быть лирическим инструментом? Может ли она заставить плакать или заставить грустить, задуматься или просто, так сказать, грузиться в какую-то атмосферу? Вот можно это изобразить? Да. Нужны новые уши для новой музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Семен, я иногда жалею, что я как-то в детстве не пошел учиться на трубе, потому что, ну, вот, наверное, все-таки труба, я не знаю, в руках. Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова